Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области хотят ввести звание заслуженный предприниматель. Автором законодательной инициативы стал депутат УЗС и предприниматель Константин Русских. Предполагается, что знак будут получать бизнесмены, которые работают на территории нашего региона не менее 10 лет. Создают новые рабочие места и достигли высоких показателей эффективности экономической деятельности. Награждаться будут 15 человек в год. Стоимость одного комплекта, удостоверение, нагрудный знак и футляр – 5790 рублей. Депутаты законопроект поддержали, но предложили прописать в нем необходимость выполнения всех налоговых обязательств для получения бизнесменам такого знака, а также возможность лишения его в определенных условиях. Кирове возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам СПА-салона. Задолженность по заработной плате перед семью работниками косметического салона образовалась в феврале этого года. Сотрудники недополучили более 120 тысяч рублей. Кроме того, удалось выяснить, что работодатель уклонялся от оформления трудовых договоров с двумя работниками. Неофициально они работали в салоне с ноября 2022 года по февраль этого. Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием взыскать долг по зарплате, а также признать возникшие правоотношения трудовыми. Помимо этого, в отношении работодателя возбуждено уголовное дело. В эфире «Экономика». Водоканалы РЦК открывают новые офисы обслуживания в Нововятске и на Филейке. Они начнут работать в тестовом режиме с 3 июля, а в штатном – с 10 числа по адресам. Улица Дженикидс, 16А – это Нововятский район, и на Октябрьском проспекте 39. Офис на Казанской прекращает обслуживание физлиц. 28 июня он открыт только для юридических лиц. Весь функционал офиса для физических лиц переходит в офис, расположенный на Воровского, 10. Вопросы можно задать по телефону контакт-центра 254-888. Также Водоканал напоминает о возможности решать вопросы удаленно, то есть через сайт компании. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.